О страшной болезни маленькой Ксюши родители не догадывались. Девочка, как обычно, была веселая и активная. В гости семья приехала из Алтайского края и уже в Краснодаре. Ребенку неожиданно стало плохо. Дальше экстренная госпитализация, реанимация и диагноз. Сахарный диабет. Высокий сахар очень был. Было нам плохо. Врачи очень выручили, помогли, за что я им благодарна. Очень благодарна за то, что спасли моего ребенка. Все здесь прекрасно, хорошо кормят, даже очень хорошо, можно сказать. Единственное, что очень тесно. Рядом кровати находятся, то есть проходики очень маленькие. Так обстоят дела и в других отделениях. Пациентов очень много и с каждым днем количество увеличивается. В основном за счет того, что население края постоянно растет. Наш регион один из лидеров по притоку переселенцев. Малыши чаще всего находятся на лечении с родителями и без того в маленьких палатах становится совсем тесно. Дети, родители. А их попробовали положить. У нас получается не восьмикоечная палата, а по сути по 16 человек. Вот если заглянуть, если в гематологию, шесть под кроватями койки достают на садушки мамы и ночью вот так все спят. А что делать? Да, ситуация печальная. Несмотря на такие условия, детская краевая больница считается одним из лидеров страны. Совсем недавно общественная палата России подвела итоги конкурса «Лучшие дети». В результате наше медучреждение получило специальный знак качества. Эксперты отметили грамотную работу коллектива и профессионализм врачей. За эффективным лечением сюда и приезжают дети со всего края. Именно поэтому они готовы терпеть дискомфорт и большое количество людей в палатах. Как ухаживают, как врачи? Замечательно. Как лечат? Есть какие-то просьбы, пожелания к нам? Не стесняйтесь. Нет, просьб нет. Отношение очень замечательное, очень внимательно. Лечение производят полностью, как положено. Вы давно здесь находитесь? Ну, с четверга. Давайте поправляйтесь, выздоравливайте. Детская краевая больница – это стратегический лечебный объект. Здесь принимают пациентов с различными заболеваниями, в том числе и тех, кому не смогли помочь в районах медицинских центрах. Новое здание поможет не только разгрузить палаты, а еще улучшить качество лечения и обследования. Это проект на 24 тысячи квадратных метров с новыми отделениями, которые позволят расширить сегодня краевую детскую больницу на 425 коек. И самое главное, что необходимо, чтобы сегодня на территории Краснодарского края, именно в детской краевой больнице, оказывались высокотехнологичные медицинские услуги и операции, которые мы до сих пор не имеем возможности здесь проводить. И вынуждены отправлять этих деток в Москву и Санкт-Петербург для того, чтобы они оперировались там. В частности, речь идет о пересадке костного мозга и о ряде других высокотехнологичных операций. Я даже не могу назвать это корпусом отдельным, потому что, по сути, это отдельное, большое, важное здание, которое сегодня крайне необходимо Краснодарскому краю и детям Краснодарского края. Те операции и те возможности, которые будут появиться в крае в связи с введением этого корпуса, то, конечно, это прорыв будет, потому что то оборудование, новые технологии, которые будут заведены в это новое лечебное учреждение, они будут, конечно, на порядок выше то, что сейчас есть в Краснодарском крае. Краснодарский край стал одним из 37 субъектов страны, получивших деньги из федерального центра на строительство новых объектов. И это не случайно регион-лидер по снижению смертности. В этом году кубанским медикам удалось сохранить больше 900 жизней. Возведение нового здания должны начать уже в следующем году, а завершить в 2021. На строительство и закупку оборудования выделили около 6 миллиардов рублей. По сути, это будет единственное медицинское учреждение, в котором высокотехнологичную медицинскую помощь будут оказывать не только детям Кубани, но и маленьким пациентам из соседних регионов. Елена Касабова, Алина Сорокина, Евгений Береснин, Самир Гачаев, Кубань-24, Краснодар.